Пять человек пострадали в ходе ночного обстрела Горловки. Среди них 12-летняя девочка. Информация о жертвах уточняется. После короткого затишья под огнём оказался Донецк. В Петровском районе есть попадание в жилой дом. По предварительным данным, никто не пострадал. Минувшие сутки на Донеччине относительно тихо было только вблизи Мариуполя. На Луганщине эпицентром боевых действий остаётся станица Луганская, Ташковка и Первомайск. О последствиях Светлана Павлюкова. О, летит. Обстрелы в Горловке не прекращаются. В эту ночь под огнём оказался центральный район города. По предварительным данным, в ходе обстрелов ранены четверо мирных жителей. Вот прям ещё это. Вот это дерево. Тут всё, капец, и надо было. Бачите, что? А вон побито всё. Повреждены не менее восьми жилых домов, три из которых полностью разрушены. В сети появилось видео здания 30-го детского сада. На территории учреждения также было несколько попаданий. Вот воронка, три воронки здесь у нас. Местные жители говорят, не у всех есть возможность спрятаться в подвал. Пережидают обстрелы в своих квартирах. Подвал нет дома. А что трясёмся? Сидим трясёмся. А что делать? Куда бежать? Каждую ночь ты равно не будешь уходить. Правильно? Ну, вот так получается. Снаряды приземлялись и в Никитовском районе Горловки, и посёлке Зайцево. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Под огнём в минувшие сутки также оказались Майорск, Луганская, Опытная, Пески и Спартак. В результате обстрела Марьинки ранение бедра в собственном доме получил мужчина 1963 года рождения. Ещё один мирный житель пострадал при обстреле Дзержинска. Неспокойно в минувшие сутки было и в Авдеевке. В городе практически не осталось целых зданий. Люди уезжали, побросали вон и косы, всё. Всё разбито, всё разрушено. Что это такое? Я родилась и выросла здесь. Родилась вот здесь, выросла. Вон моя родительская хата, вторая от угла разбита, вон крыша вся. На Луганщине в результате обстрела Ташковки ранение получил мирный житель. В селе вторые сутки не утихают взрывы. Ну, если бы здоровый снаряд упал, так у меня там бы не было. Под огнём в минувшие сутки находились Первомайск, Станица Луганская, Попасное и Золотое. По предварительным данным жертв нет. Информация о разрушениях уточняется. Светлана Павликова, телеканал Донбасс.